Да, на самом деле, тот доклад, который был перед нами, была первая часть общей темы. Сейчас будет некое продолжение того же обхода, про который вам только что рассказывали. И тема того, как мы работаем с БДД. И на самом деле мы будем больше рассказывать именно, почему мы работаем командой без астантизации. Раньше были инженеры по астантизации, мы от них осознанно отказались. И как это работает у нас сейчас. В целом, мы будем с вами сегодня говорить о том, вообще откуда у нас появилось такое решение, в чем заключается наша идея, какие проблемы мы встречали перед тем, как дойти до того подхода, который у нас есть. Примеры, потом вам Влада расскажет того, как у нас работает БДД. Какие-то наши практики, которые помогают нам удержать этот подход и сделать его более эффективным. И, соответственно, плюсы и минусы в текущем подходе, которые до сих пор на самом деле есть. Немножко о себе расскажем. Меня зовут Мария Терехина, я в IT с 2008 года, сейчас являюсь софт-менеджером, процесс-супервайзером, веду школу инвестирования, ну и, в общем-то, участвую в конференциях и много-много всего остального. Да, меня зовут Влад Кузнецов. Собственно, я начинал работать как специалист службы поддержки в МЭВРУ, кстати, классно было. Потом я перешел в разработку, и с 2015 года я нахожусь в этой теме разработчика, фронт-энд-девелопер и с предыдущего года стал техлидом на проекте. Да, и работаем мы, в общем-то, в команде, не в одной, но в команде. Немножко про нас расскажу, это не ради рекламы, прошу не воспринимать это как реклама нашей компании, это для того, чтобы понимать, в какой ситуации мы находимся, потому что здесь в основном все-таки были выступления от МЭЛРУ, МЭЛРУ это продуктовая компания, мы не продуктовая компания, у нас есть свои продукты, но в основном мы занимаемся аутсорсом. И есть как некая специфика внедрения в целом автоматизации в аутсорсинге, которая связана, скажем так, с тем, что мы зависим от заказчика. И как раз вот эти ситуации, аутсорсинговые проекты, на которых мы внедрили автоматизацию, мы сейчас и будем рассматривать. С чего вообще началась вся история? История началась в 2015 году, это про автоматизаторов, да, почему мы от них отказались, и почему мы работаем командой разработчиков и тестировщиков-мануальщиков, в 2015 году я выступала на IPA Club конференции, на базе Intel, и тогда мы еще шутили, на самом деле, и внутри нашей компании, и с этим вопросом я пришла на конференцию, что на самом деле, может быть, нам не стоит нанимать экспертов по автоматизации, может быть, нам лучше стоит нанимать джуниор-разработчиков, которые будут нам автоматизировать. Почему мы пришли в целом к такой мысли? Потому что в том же 2015 году, ну, на самом деле, у нас не складывалось с автоматизаторами, честно скажу, и в 2015 году я решила провести опрос по России, значит, на тему соответствия инженеров по автоматизации, тому, что мы от них ожидаем, да, мы ожидаем, что они сами там нам скажут, что и как они будут автоматизировать, то есть они спланируют стратегию, они сами будут тестировать свои задачи, будут активно участвовать в подготовке инвайромента, будут самостоятельно выполнять свои задачи, то есть не будут являться переводчиками тех тестов, которые написали мануальные тестировщики, а будут сами самостоятельно и писать сценарии, их автоматизировать, причем автоматизировать и писать код на том уровне, который ожидают от них разработчики, и, соответственно, будут представлять нам рекорды. И на нашем опыте мы не встречали таких автоматизаторов, которые бы этим параметром удовлетворяли, причем, как правило, то, что мы встречали, к сожалению, это грустный опыт, но мы встречали таких людей, которые ни по одному пункту в основном не подходили, то есть всегда наши автоматизаторы, с которыми мы сталкивались, нуждались по каждому пункту в какой-то помощи, в какой-то поддержке либо от разработчиков, либо от мануальщиков. И согласно вот этому опросу, около 30% только людей, которые участвовали, это порядка 200 человек, по-моему, с разных проектов, с разных городов, ответили, что да, наши автоматизаторы молодцы, и, в общем-то, они соответствуют нашим ожиданиям. И когда мы посмотрели на этот опрос, а шутка все-таки такая была, что может быть лучше инженер-разработчика, мы сели над этим еще раз подумали, посмотрели на свой опыт, и вот тогда-то и родилась, в общем-то, идея, что зачем нам отдельный автоматизатор, который будет за всем этим следить, если мы можем делать команды, если мы можем автоматизировать, но теми силами, которые у нас есть, то есть разработчиками и мануальщиками. Идея родилась, и уже после этого мы пытались каким-то образом, наверное, ее обосновать, и нам здесь помогли и Джан-Квадрант, и, в общем-то, пресловутая пирамида тестирования. Мы посмотрели вот на этот квадрант, и поняли, что на самом деле автоматизаторы-тестировщики, да, они в основном идут вот в этой области, то есть это достаточно маленькая область тестирования всего, и на самом деле есть вероятность того, что мы командой все-таки сможем потянуть этот скоп, и мы сможем это заавтоматизировать. И, с другой стороны, да, если мы говорим про пирамиду тестирования, то нижние три уровня, в общем-то, автоматизируют в любом случае разработчики, и вопрос оставался только именно про функциональное тестирование, а это не такой уж большой скоп по сравнению со всем остальным, и да, выглядело так, что мы сможем. И тогда мы начали, в общем-то, пробовать. Когда мы начали пробовать, у нас появлялись многие проблемы, но на самом деле они все решались достаточно легко, да, это либо мы научились говорить на одном языке, мы разделили обязанности между собой, мы обучили наших разработчиков, точнее, у нас разработчики молодцы, они сами обучились тому, что необходимо, и на самом деле две самые большие проблемы, которые мы видели, это то, что девелоперы не любят тестировать, про это мы будем с вами и дальше разговаривать, и как раз вот это вот соответствие ожиданиям заказчика, потому что в каких-то случаях заказчик говорит, нам не нужна автоматизация вообще ни на таком уровне. В каких-то случаях заказчик приходит и говорит, нам нужен стопроцентное покрытие UI-ных тестов, и мы понимаем, что это не выгодно, но так или иначе мы должны соответствовать. Здесь, в общем, вопрос эфорта встает, и мы все-таки попробовали, и сейчас вам Влад расскажет про наши примеры. Первый проект, про который мы будем говорить, это как раз тогда, когда заказчик пришел и сказал, я хочу стопроцентное покрытие всех ваших требований, и вы можете выбирать фреймворки, какие вы хотите. Да, ну, собственно, сказано, сделано. Бизнес-аналитики пошли писать геркины на свои требования, разработчики пошли поднимать свой фреймворк и архитектуру вокруг тестов. Все получилось отлично, у разработчиков отлично, у бизнес-аналитиков отлично. Они писали свои геркины в джире, разработчики переносили эти геркины в репозиторий, после этого запускали и предоставляли отчеты, ну, примерно раз в неделю. Вроде бы все ничего, но вот геркины выглядели в первое приближение примерно так. Это был первый проект, где попытались внедрить BDD в практику. Как вы видите, это просто простыня кода, в котором геркины пытаются описывать абсолютно все реквайменты, которые бизнес-аналитики написали в джире. То, что я вижу такой-то текст, я вижу такую-то кнопку с таким текстом, потом я по ней нажимаю и вижу такой-то результат. Ну, естественно, у разработчиков возникли вопросы, а зачем так плотно тестировать UI? Например, даже тест, что я вижу такой-то текст, он может упасть, и это слишком не универсально каждый раз писать и дублировать вот такие геркины. Собственно, дальше другой проект пришел, на котором заказчик пришел со своим требованием, и не только со своим требованием, еще он пришел со своим тестовым фреймворком. Он сказал то, что вот, смотрите, у нас, в принципе, все готово, вам нужно только его использовать и, собственно, проверять ваши геркины. Ну, хорошо, разработчики взяли его на вооружение, посмотрели, сказали, да, в принципе, это нормально, вот только мы не хотим там девелопить вот с помощью вот этого фреймворка писать какие-то тесты. Раз уж там все написано, давайте, мол, попробуем отдать это тестовым инженерам, то есть научим их писать реализацию там тех же геркинов, чтобы они писали тесты, и как бы эта ответственность легла на тест инженеров. По прошествии времени выяснилось, что то, что предоставлял заказчик как тесты и фреймворк вообще не подходят под приложения, потому что там надо тестировать мобильные приложения, поэтому девелоперы пришли на помощь и подключили Apium, и получился процесс такой, что, в принципе, тестовые инженеры не могли бы с помощью девелоперов реализовывать эти тесты, потому что там то это пошло не так, то это пошло не так, либо код получался плохой, ну, либо результат. Вот, соответственно, продолжали писать геркины бизнес-аналитики в джире, и отчеты запускались по запросу к какому-либо. Ну, если это надо было тест инженерам проверить, сколько у нас там упало, либо там бизнес-аналитикам, ну, кто угодно мог запустить этот отчет и посмотреть, что же там выходит. Вроде тоже все неплохо, это работает, все три проекта, про которые я рассказываю, они поддерживаются и разрабатываются дальше, вот. Но вот в этом примере я хотел бы показать то, что здесь с точки зрения кода получилась, скажем так, не очень хорошая ситуация, потому что с помощью этого фреймворка, который предоставил заказчик, необходимо было писать вейтинги там на тысячу секунд, ой, на тысячу миллисекунд, на две тысячи, неважно. И код, который писали, собственно, тест инженеры, он выглядел, ну, не очень. Когда разработчики, ну, все-таки приходили на помощь и пытались там что-то потратить, они говорили и плевались, ну, нам это не интересно, нам это не надо, давайте мы сами все будем писать. И вот пришел третий проект, на котором, в принципе, заказчик полностью сказал то, что команда может выбирать то, что ей нравится, то, что они хотят, использовать фреймворк, в общем, все как хотите, главное, чтобы работало. Мы пошли сетапить, собственно, Cypress, да, вот как я говорил на моем проекте Cypress и Cucumber. Почему его выбрали? Потому что очень удобно писать на нем вот как раз степ-дефинишены для того, чтобы покрывать геркины. Не надо писать вот этих вот непонятных вейтингов для того, чтобы твой элемент появился на странице и прочее. И эти геркины, которые, ну, соответственно, надо было покрывать все бизнес-реквайрменты, мы решили писать, да, всей командой. Но вся команда принимает участие в этом процессе. Я расскажу просто как. Бизнес-аналитики составляют требования, потом на него пишут геркины. Потом, да, собирается митинг, на котором присутствуют КУА, там разработчики и бизнес-аналитик. И здесь начинается активное обсуждение того, а как лучше написать геркин. Ну, разработчики высказывают свои подозрения, там, то, что вот, погодите, ну, зачем нам вот здесь вот не очень оптимизация выглядит, то, что здесь будет долго работать, зачем нам повторять вот этот вот степ, если мы там его уже написали и имплементировали. И решили, чтобы разработчики, перенося в репозиторий из джиры, вот эту реализацию там геркинов, они ничего там не меняли. Потому что была такая ситуация, что бизнес-аналитики написал вот это вот полотно кода, его просто перенесли, но у кого-то не хватало силы выдержки, и они меняли, девелоперы меняли вот эти вот полотно кода на свой универсальный, который нравился им, который они там уже реализовали. И получалось такое несовпадение, что вот там в репозитории лежит один геркин, а в джире другой. И когда его надо было поменять, ну, соответственно, что и где менять. Поэтому мы научили наших бизнес-аналитиков ходить в репозиторий и прямо коммитить, ну, вот это ваша папочка, вот вам основные гид-команды. И перед каждым спринтом, когда бизнес-аналитики готовили свои геркины, они просто заходят в гид-репозиторий, пушат туда в папку геркины, при этом они знают уже, что реализовано, что не реализовано, они используют словарь, который, ну, девелоперы им подоставили. И, в принципе, всем, ну, всем все здорово, всем все нравится. Да, и репорты мы стали запускать не вручную, а вот, как говорил Александр, там, в Jenkins-джобе, потому что, ну, собственно, это удобно, и запускаем мы ночью, не переживаем за перформанс, но гоняются они там ночью, ночью все спят, и всем, в принципе, неинтересно, а наутро получаем отчет, в котором там либо все плохо, либо все хорошо. Вот. Собственно, вот с таким вот опытом, ну, у нас получился такой пример, то, что мы пишем геркины, разработчики, вместе со всей командой, и мы имеем возможность непосредственно повлиять на то, как они выглядят. То есть мы пытаемся их сделать универсальными, то, что там пользователь ушел на такую страницу, пользователь там загрузил такой-то файл, и вот мы пишем не конкретную реализацию, а пытаемся универсализировать. И, как я сказал, мы больше ушли от вейтингов, там, несколько секунд и прочих минусов, которые были в коде вот на предыдущем примере, и с помощью Cypress мы пишем, в принципе, удобные читаемые степ-дефинишны. Вот. Какие есть у всего этого недостатки? Да, на самом деле, недостатки, которые есть, это стоит договориться, ну, сложность договориться команде об как раз описании этих сценариев, да, у тех степа. Не каждая команда, все три проекта рабочие, на самом деле. Не каждая команда очень быстро находит этот подход, то есть третий проект, который конкретно сейчас работает в LAN, достаточно быстро нашли этот подход. На других случаях, особенно если это новая какая-то команда, да, или там первый раз с этим сталкивается, большое время достаточно уходит на то, чтобы описать, вот как раз договориться об этом формате Геркина, который будет потом удобен и аналитикам, и тестировщикам, и разработчикам. Второе, это, в общем-то, эфорт, который тратят разработчики. Да, это я тут расскажу. То, что, во-первых, мы тратим время на саппорт всего этого, ну, вот, нам бы девелопить, да, нам вроде надо саппортить тесты, которые там падают, апдейтятся, там в GV новые требования, и вроде как нам надо, ну, менять код. На это все-таки уходит время, время, которое мы чаще всего не закладываем, потому что, когда мы делаем какую-то фичу, мы раньше мы туда не закладывали никакую реализацию тестов, сейчас мы делаем это. И со временем у нас действительно иногда проседает перформанс, потому что количество этих фич растет, и нам каким-то образом надо, ну, запускать там не только ночью, да, отчет, а, например, если мы там срочно идем в продакшн, нам там надо прогнать непосредственно перед билдом все тесты и посмотреть, что у нас вообще работает, ну, непосредственно в приложении по всем этим фичам. Следующие два пункта, которые тоже являются, в общем-то, для нас проблемой до сих пор, но это опять заказчик, да, это автоматизация, это приоритет автоматизации по тестированию, потому что заказчик в любой момент может прийти и сказать, так, ребят, все, заканчиваем, пошли гнать фич без автоматизации, потому что, ну, все-таки функциональность гораздо важнее заказчику, и вот когда заказчик приходит в такие моменты, мы возвращаемся к тому моменту, как раз, что разработчики не любят тестировать. В целом, у нас нет такого прям ощущения, что разработчики не любят тестировать, мы не слышим никаких там таких прям сильных стонов или там, ой, я не буду это делать, здесь скорее как раз вот опять референс на автоматизаторов, когда автоматизаторов просили что-то помануалить, вот там было, что я не хочу мануалить, я там вот это делать не буду, разработчиков мы такого не слышим, что я не буду тестировать. И здесь больше именно, что они не любят тестировать. Когда заказчик приходит и говорит, так, ребят, все, погнали, фича, без автоматизации, у разработчиков такая внутренняя просто радость, такая, о, ура, я сейчас буду, значит, буду, собственно, только разрабатывать. Но потом мы все равно возвращаемся к тому, что мы допокрываемся тесты, которые мы не успели. И я думаю, что здесь еще Влад, что-нибудь добавлю? Да, что-нибудь добавлю. Собственно, да, улыбка на лице появляется, когда просят не писать тесты. Но потом она пропадает через год, когда ты идешь саппортить проект, на котором ты, в принципе, не знаешь, что и как происходит, но тебе надо уже что-то девелопить, и ты боишься сломать, я не знаю, лютую долю функциональности. И в этот момент тесты на самом деле спасают. Да, разработчики пишут юнит интеграционные тесты E2E. Я забыл сказать то, что юнит тестирования и интеграционные тестирования полностью лежат на плечах разработчиков. Об этом даже речи не идет. Здесь мы как раз говорим о E2E. Ну и чуть попозже я вернусь к тому, что мы не любим писать эти тесты. Собственно, те недостатки, которые мы вам описали, мы попытались решить лучшими практиками, выработать их и стараться им соответствовать. Собственно, первый из них то, что закончил старю, напиши Геркин, да, и имплементируй его. Все, больше тут нет никаких контрактов. Закончена старя, значит она покрыта тестом, значит на нее написан Геркин. Тут никаких вопросов, иначе все может продолжаться бесконечно. Там в конце спинта как-нибудь допишем. Это не работает. Что пишет? Нет, нет, закончил имплементацию. Давайте я на ваш вопрос позже отвечу. Я его запомнил. Да, другая практика, то, что мы пишем универсальные сценарии, то есть непосредственно, когда мы садимся и ревьюем Геркина, мы учим наших бизнес-аналитиков то, что вот смотрите, вот здесь похожий степ, и вот здесь похожий степ, и вот его можно как-то универсализировать и написать так, чтобы мы потом его не имплементили по 10 раз. И получаются такие удобно читаемые сценарии, и соответственно разработчикам надо меньше чего-либо реализовывать. Мы немножко ленивые, нам проще один раз написать, чтобы для всего работало. Да, тестируем мы именно сценарии, а не UI. То есть, как я говорил, мы ушли от того, что мы тестируем там разметку или то, что у нас текст там в модалке такой или в хедере там другой. Нет, мы тестируем именно то, что важно для заказчика, то есть то, что описано в фиче. И если мы покрыли, ну, собственно, нашу старую Геркинами, мы гарантируем то, что вот фича, которую хотел заказчик, она работает. И работает так, как он хотел. Вот, а не то, что там вот он увидел у кнопочки такое название, там у модалки другое. Да, еще одна из самых лучших практик то, что непосредственно перед каждым билдом мы прогоняем не все фичи. Как я сказал, мы боремся с тем, чтобы оптимизация у нас там не хромала. А мы имеем, ну, соответственно, сценарий, по которому мы можем сказать, что все приложение в целом работает. То есть набор основных таких фич, по которым пользователь может пройти и сказать то, что приложение работает, а не падает там где-то на середине. То есть полный проход приложений там от логина до логического завершения. Да, мы ставим приоритеты для своих геркинов. Опять же, если там, ну, мы пытаемся здесь решить проблему перформанса, то что перед там билдом куда-либо мы можем прогнать либо фичи, которые очень важны для заказчика, там, кровь из носу, чтобы они работали. Или это какие-то там, ну, как бы фичи, которые девелопятся. У них низкий там приоритет. И, в принципе, нам, ну, важно, да, чтобы они работали, но не критично. Вот, соответственно, у нас бизнес-аналитики выставляют эти приоритеты, и они их обсуждают заказчикам. Да, одна лучшая практика то, что у нас единственный словарь для команды. Собственно, когда наши бизнес-аналитики стали в репозитории писать геркины, геркины, они имеют возможность увидеть, что уже реализовано. Мы, ну, собственно, им ставим VS Code с расширением, в котором он просто по контролу может навигироваться на конкретный степ. И когда бизнес-аналитик заходит в VS Code в репозитории, он смотрит, что, о, вот тут у меня подсвечен степ, который еще не реализован. Вот либо я его неправильно написал, вот, то есть он уже существует, а я его как-то неправильно написал, либо его еще не реализовали. И мы, когда в свою очередь заходим в репозиторию, мы видим, ага, вот здесь вот желтеньким подсвечивается, значит, нам надо здесь что-то, ну, доработать, дописать. Да, собственно, как я уже сказал, репозиторий для геркинов, да, а в Jiri мы описываем, в принципе, фичу. В Jiri непосредственно описание того, что мы хотим, а в репозитории бизнес-аналитики заносят геркин, который покрывает, что эта фича работает. Вот, и, соответственно, если следовать всем этим практикам, получается примерно такой график разработки, ну, такой символический. Примерно до пятого спринта всем очень грустно, все, никто не понимает, что делать вообще, что это за геркины. Бизнес-аналитики спрашивают, как лезть в репозиторий, как коммитить и прочее. Девелоперы просто борются с тем, что, да, что они не хотят писать тесты, очень страдают от того, что надо писать универсальные шаги, а как бы, ну, на это времени нету. Но со временем, вот, примерно после, там, пятого, шестого, седьмого спринта все вот эти вопросы падают, падает объем тестов, которые надо написать, потому что мы их пишем универсальными. Соответственно, отсюда время, которое разработчики закладывают на покрытие тестами какой-либо фичи, оно снижается. Вот. И вот тут вот важный момент. То, что я, как разработчик, когда пишу тест, мне очень грустно, когда мне надо написать что-то очень много. Но, в принципе, когда мне надо реализовать, там, одну-две функции, вот, мое лицо примерно такое, типа, я рад, а еще лучше, если, там, кто-нибудь тот тест написал до меня, я его просто скопипащу, да, чуть-чуть там подделаю, и, в принципе, я тоже рад. И вот, вы знаете, со временем пропадает вот это вот отнекивание того, что, да, я не буду писать тесты, потому что мы просто наработали уже базу, с которой мы, ну, которую мы можем использовать в дальнейшем. И написание тестов, и покрытие тестов функциональности, это уже не такая боль. Я не скажу, что я не люблю писать тесты. Да, ну, иногда бывает такое, что очень не хочется. Но вот когда у тебя есть база кодовая наработанная, которую ты сам писал и которой ты знаешь, как пользоваться, то, в принципе, это очень недолго. И, ну, ладно, напишу тест. Это примерно как вот юниты мы пишем, интеграционные. Здесь как бы тоже разница не особо. То есть за тестами надо следить, и девелоперы могут поддерживать тестовую архитектуру так же, как они поддерживают свой репозиторий. Тесты — это такой же проект, как тот проект, который мы пишем. Ну, за ним надо следить и его поддерживать. А иначе действительно всем будет плохо. Кто бы не писал тесты, ну, это будет очень тяжело, поддерживать все, что написали для тебя, ну, плохо. Вот. Но было бы нечестно, если бы я показал вот этот график, сказал, что, воу, да, все так классно, у нас после пятого спринта все отлично залетело на проекте, и мы там все счастливы. Это счастливое лицо, оно не только разработчика, да, но еще бизнес-аналитики и QA тоже. Вот. И со временем все может поменяться, и на самом деле на одном и том же проекте может сложиться такая ситуация, что, о, да, вроде кайф, у нас все классно, то есть все счастливы, все довольны. Потом через какое-то время приходит переосознание того, что мы вообще сделали, и, блин, мы сделали все не так, надо все переписывать и так далее. Такое редко случается, но случается. То есть на одном и том же проекте, например, если там были какие-то плохие подходы использованные, и мы стараемся вот вывести на ту лучшую тропу, которую я вам раньше рассказал, вот, получается, что тем, кто вроде считал, что у них все хорошо на проекте, надо, ну, заново там все переписывать по-новому. Да. Собственно, какие плюсы из-за всего этого? Ну, в общем-то, первый плюс, который такой достаточно весомый, опять же, то, с чем мы лично сталкивались, когда у нас были плюсы, именно подходы, когда мы всей командой это делаем, да, а нет выделенных автоматизаторов, автоматизаторы достаточно часто приходили и говорили, что вот там у нас, значит, разработчики поменяли ссылки на какой-то элемент, поменяли какие-то ID-шники, нам теперь 100-500 тестов переписывать. разработчики себе не враги. И они будут очень сильно думать о том, когда и что в коде менять, потому что они понимают, как это за эффект этих тестов. И вот эта вот проблема того, что, блин, разработчики там опять своими, простите, кривыми руками что-то там натворили, а нам теперь еще в месяц работы из-за этого, вот этих проблем у нас нет, и мы очень рады этому. Да, собственно, про Team Joining, то, что команда объединяется, все работают вместе, у всех возникает меньше вопросов, как что называть, собственно, этот плюс Александр говорил в предыдущем докладе. У нас, вот, мы полностью это используем, и мы киваем головой, да, да, действительно, всем классно работается, и все чувствуют себя командой, когда реализуют какую-то фичу, а не то, что девелопер, да я за девелопер, там, ну, разработчик, ой, извиняюсь, тестовый инженер скажет, вот ты там не так это понял, бизнес-аналик скажет, да вы вообще все не так поняли, нет, все понимают, что за фича, что кому надо разрабатывать, что кому надо потестировать, и что кому надо, ну, собственно, делать. Вот, это очень здорово. Да, также, соответственно, мы не находимся теперь в риске того, что кто-то у нас уйдет, а это случалось, да, на самом деле, потому что, ну, команды тоже небольшие, команды где-то до 10 человек максимум, 10 человек, это у нас, как правило, разработчиков человек 7, один бизнес-аналитик, ну, и там пара, может быть, тройка тестировщиков. И мы могли брать только одного автоматизатора на проект, и в случае увольнения автоматизатора, в общем-то, мы теряли и экспертизу, и с точки зрения, там, технической экспертизы. Ну, и по продукту здесь у нас тоже, в общем-то, вся команда начинает понимать, какой у нас продукт, какие ценности, да, что мы делаем вообще. И также техническая экспертиза шарится, то есть у нас, мы не думаем о том, что у нас вдруг, ну, кто, конечно, мы думаем о том, что у нас кто-то уволится, неприятная ситуация, но для нас это не так критично в случае, если бы у нас был там автоматизатор, который бы решил вдруг куда-нибудь уйти. Да, собственно, разработчики понимают продукт лучше. Здесь речь идет о том, что когда я вижу фичу, ну, и непосредственно описание ее, геркин, который мне надо покрыть, я точно понимаю, что мне надо реализовать, и я понимаю, что это понимает вся моя команда, вот. И это очень помогает разрабатывать, потому что во время разработки ты можешь, ты настолько сосредоточен там на написании кода, что можешь забыть, что, ой, я вот то вот требование пропустил, и так далее. А потом тебе прилетают баги назад. Нет, здесь такого нету, по крайней мере, это случается очень редко. Да, и мы вот вовлечены в весь этот процесс, мы не только сосредоточены на коде, и от нас такие, типа, ой, они там разрабатывают, их лучше не трогать. Мы все общаемся, мы думаем, как сделать лучше, ну, и это несомненный плюс. Да, и насколько мне кажется, то, что каждый делает свою работу, то есть разработчики девелопят, там, Киаи тестируют, а бизнес-аналитики пишут требования, да, и я вот встречал такую картинку, где, собственно, такая картинка в учебнике, где спрашивают, мол, а что не так, как вам кажется? Ну, там, девочка там гвозди забивает, да, там, отец там шьет носок, там, ну, в общем, кажется, что вроде все не так, да, и вот комментарий к такой картинке я встречал, то, что там пишут, а что не так-то? Ну, в принципе, все заняты своим любимым делом, и они счастливы. Вот. Вам тоже может показаться, что у нас примерно такая же ситуация, что бизнес-аналитики лезут в репозиторию писать код, девелоперы любят писать тесты, ну, и вот все это на самом деле действительно так, может показаться, что кто-то чем-то не тем занимается, но нам так хорошо. Мы поняли, что это дает очень много плюсов, команда объединяется и работает вместе над реализацией продукта, что может быть лучше. Все у нас на этом. Спасибо. И давай я отниму. Этот я отдам. Вопрос был про… Сейчас вопрос просто был во время презентации еще про то, что финиш-стори, напиши Геркина, да? Нет, нет, заказчик на самом деле не лезет в репозиторий, и они там особо не смотрят, точнее, ну да, они нам верят, скажем так. Для нас, смотрите, мы сами в основном, в общем-то, решаем, какие тесты мы будем покрывать, мы называем это бизнес-акцептность критериями, ну, по сути, это те же самые требования, там какие-то юз-кейсы, ну, не знаю, кто как называет, у нас это бизнес-акцептность критерия. Соответственно, команда сама решает, что покрывать, и по этому кавериджу, то есть это наши внутренние definition of done, заказчик просто знает, с какими критериями мы работаем, и мы говорим, что вот смотрите, мы будем, например, покрывать, ну, вы просите покрывать там 100%, да? Окей, мы будем плакать и колоться об этот кактус, но мы будем покрывать 100%. Но рано или поздно мы вам прямо на практике докажем, что не надо так делать, да? Окей, и, соответственно, заказчик знает, что у нас вот такой definition of done, и он ожидает, что это есть. В принципе, весь код шареный, то есть, ну, все ресурсы шарены, и мы работаем полностью на environment заказчика, то есть у нас нет никакой там черной бухгалтерии. Если заказчику нужно будет, он пойдет, посмотрит. У него есть технические люди, которые там, ну, не знаю, придет им в голову, да? Они такие, ну, дай-ка я посмотрю, что на этом проекте происходит, они придут, посмотрят. Но как практики, таково и нет. Это наши внутренние критерия. Можете немножко пояснить, как вот в этой вашей системе контролируется качество тестовых сценариев? Качество тестовых сценариев? Потому что девелоперы, они не только не любят тестировать, они иногда еще просто не умеют, потому что это немножко другой набор скиллов. Ну, насчет того, что девелоперы не умеют писать код, я бы очень сильно прям... Тестовые сценарии изначально провайдятся бизнес-аналитиками, обсуждаются с тестировщиками. Вот в последнем случае, соответственно, если будем брать его, аналитики пишут сами Геркины, разработчики пишут только вот ту внутреннюю часть, кодовую базу, да? Процесс у нас устроен следующим образом. Разработчик, помимо того, что должен покрыть Геркины, он должен пройти все требования, которые есть в старе, ручками. После этого приходит бизнес-аналитик, и он проходит в старе тоже ручками, он смотрит то, что да, то, что он хотел, то, что он понял от заказчика, да, на самом деле, имплементировано. И потом уже тестировщики просто руками проверяют. То есть мы не смотрим на самом деле в код разработчиков, мы не проводим код-ревью тех тестов, которые они пишут, нам это просто не надо. Потому что этот же сценарий, который они по большому счету покрыли, он будет, ну, как минимум несколько раз пройден тестировщиками в рамках тестирования чего-то другого. Потому что эти тесты, они покрывают базовое флоу. И мы не можем так протестировать продукт, чтобы ни разу не зацепить этот базовый флоу. И, ну, я думаю, что там очень будет неприятный момент в команде, да, если вдруг кто-то обнаружит, что Геркин-то на это есть, а на самом деле не работает. Но это уже команда сами решает. Да. Спасибо за доклад. У меня будет пара вопросов. Вы упоминали, что у вас клиент может отменить, так скажем, автоматизацию тестирования. что вы там в случае делаете? Вы страдаете либо играете в партизанщину? В партизанщину нам играть не приходится, потому что, как правило, заказчик идет на этот шаг не очень часто, на самом деле. Это когда реально сроки горят. И сроки горят, как правило, в основном у нас ситуация такая складывается, что у нас есть там бэклог на релиз, да, то есть на несколько спринтов. И вот под конец релиза заказчик такой, ё-моё, блин, я же забыл, тут еще надо вот парочку-троечку фичей прикрутить, и мы такие, ну, как бы если поднапряжемся, то, конечно, мы это сделаем. И на самом деле, если заказчик говорит, что мы не пишем тесты, то это достаточно маленький скоуп, чтобы понимать, то есть, ну, это может быть в рамках одного спринта, опять же. и у нас годовой цикл по большому счету, то есть, ну, релизимся мы каждые три недели, как спринты идут, но у нас есть годовой бизнес-цикл у клиента, и в январе у нас прям так очень, скажем так, расслабленное время, когда мы как раз можем, вот это вот то, что под конец года как раз мы не заавтоматизировали, мы допокрываем. То есть, мы можем какое-то время обойтись без этих тестов, но да, тогда мы клиенту предупреждаем. То есть, и он сам приходит, да, и мы говорим, ну, как бы вы понимаете, да, что значит это вот вам грозит вот этим, вот этим, вот этим, и он говорит, да, я, я agree, я беру эти риски на себя. Ну, хорошо. Ну, и второй вопрос, как раз дополняющий предыдущий, точнее, ответ на предыдущий. Вот у вас есть процесс, аналитики анализируют гренки, да, девелоперы девелопят по гренкам и так далее. Вот в режиме Афрала какие этапы вот этого процесса всего вы эскипаете, ну, помимо тестирования. Вот фича нужна уже вчера. Никаких. Только тестирование эскип. Мы проводим эстимейты заказчику и заказчик понимает, можно мы это сделать или не можем. И он двигает какие-то свои фичи, либо команда выходит просто на овертайм, она опять же по согласованию с заказчиком, что бывает достаточно редко. Мы не торгуемся качеством по большому счету. Спасибо. Спасибо за доклад. И у меня вопрос такой будет практический. Вот вы говорили, что ночью прогоняются тесты, на утро всем приходит письмо с отчетом. И понятно, если отчет зелененький, то все счастливы, рады. А вот если с отчетом что-то не так, много тестов пофейлилось, как вы решаете, кто будет анализировать, что собственно сломалось? Все очень просто. Мы доверили это только разработчикам, потому что, будем честны, никто не поймет лучше, почему упал тест, кроме как разработчик. Если там есть стектрейс, то бизнес-аналитик навряд ли в этом разберется. Тест-инженер попробует, но опять-таки до конца в этом он не сможет разобраться. Все очень просто, разработчики идут и смотрят тест. Как правило, если прям все-все красное и падает, скорее всего причина где-то одна. И надо пофиксить там одну причину, о которой опять же разработчики наверняка знают, потому что кто еще вносил эти изменения. Поэтому если что-то не так, то да, это дело разработчиков. Ну понятно, то есть если разработчиков несколько, кто первый увидел, кто-то пошел фиксить? Нет, как правило, наверное, техлид, потому что к нему все-таки вопросы. Да, наверное, все-таки техлид. Ну, разработчик, который не техлид, может сказать, ой, смотри, у нас тут все красное, а ты такой, у нас все красное, да, давай чинить. Вот, как-то так. Понятно, спасибо. Может, тоже технично. Вы сказали, что научили бизнес-аналитиков пользу репозиториям, а не было идеи тестировщиков научить автоматизировать тесты, чтобы сделать, так сказать, универсальный солдат. Нет, спасибо. А какую картинку? Эту? Хорошо, как скажете. Смотрите, на самом деле у нас тестировщики тоже на одном из проектов участвуют в написании тестов. Это вот как раз проект второй, про который Влад рассказывал. Когда нам заказчик пришел с фреймворком, тогда у нас разработчики пошли там изучать тестировщики пошли изучать Appium, пошли там изучать все вот эти вот тулы, пошли учить HTML на более глубоком уровне, CSS и так далее и тому подобное, потому что разметки нужны. Здесь вариант того, что это тестировщики будут делать, он возможен. Мы на данный момент, так как это, в общем-то, находится в рамках экспериментирования, скажем так, то есть у нас нет прям глобальной стратегии на компанию, как это делать. У нас есть несколько проектов, на которых оно вроде как вот зашло и мы просто смотрим. Поэтому данная команда просто выбрала так, что давайте у нас будут это делать бизнес-аналитики. Почему в данном случае такой выбор лег на бизнес-аналитика? Потому что бизнес-аналитика, по-моему, у вас в команде с неким бэкграундом в программировании. То есть там умеет и понимает немножко, поэтому проще было просто отдать аналитику. В целом же вариант того, что это будут делать тестировщики, он вполне как бы нормальный и мы не говорим о том, что этого не будет на каком-то из других проектов. У меня вопрос про Дженкинс. Можно поподробнее? Да, не вопрос. Собственно, про Дженкинс. Если мы говорим про первые два проекта, которые вот там с Селениум и про Трактор, там в принципе нет вопроса. Тебя интересует, наверное, про Сайпрос. Про Сайпрос я скажу то, что, ну, собственно, мы его запускали, у нас проблем никаких не возникло, мы его запускали на ранней стадии. Сейчас сколько у нас там фич? Ну, я скажу примерно 20, наверное, вот этих описанных геркинов. У нас не возникало какой-то проблемы. Да, они там гоняются не очень быстро, поэтому мы их запускаем ночью и смотрим, ну, собственно, репорт. А какие-то конкретных проблем не встречали. Ну, просто заходишь в Дженкинс, пишешь, ну, собственно, команду запуска Сайпроса, у нас никаких проблем не возникло. Вот, у нас самые новые версии. А? Да, в один поток. Вот. Ну, собственно, наверное, поэтому никаких проблем. Но, возможно, вот, да, я задался вопросом, наверное, мы столкнемся скоро с такой же проблемой, будем как-то решать. А какой? Это мобильный? Да, 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 это мобильный. А там не было речи о Дженкинс Джобе. Ну, там ручкой запускали. Вот. К сожалению, ну, проект не мой, ну, и да, вот. Вот, и, соответственно, Джоба там автоматически нет. Гоняется интегрейшн, гоняются юниты, но вот Е2Е все-таки приходится кого-то просить из разработчиков запусти, дай нам репорт. Тема больная для меня, поэтому немножко вот непонятно. Вы, получается, весь цикл предоставляете заказчику до прода. Вы внедряете сами в прод. Да, мы предоставляем практически весь цикл. Мы не занимаемся изначальными бизнес-проблемами заказчика. Заказчик к нам приходит уже, то есть те, кого мы называем бизнес-аналитиками, на самом деле систем-аналитики. Ну, так уж повелось у нас в компании, ну, как бы. То есть вот те проекты, про которые мы говорим. То есть есть проекты, на которых мы берем полный цикл, то есть начиная, приходим к заказчику и говорим, точнее, заказчик приходит к нам и говорит, ребят, у меня проблемы, я хочу, там, не знаю, больше денег. У нас есть консультанты, которые сидят с ним, разбирают, говорят, окей, значит, идея вот такая, она может помочь. То есть именно работаем, ну, больше уже как продуктовая компания. Но в данных проектах там заказчик, он сам знает, какие у него проблемы, он сам знает, как это решить с помощью софта, и он приходит и говорит, я хочу вот такую фичу. И, соответственно, дальше уже у нас наши аналитики требования, либо сами мы продумываем, бывает такое, что заказчик просто говорит, что я хочу какого-то, вот там, слоника в вакууме, да, но приходится самим уже там придумать, какие у него ушки, какой у него носит. Либо аналитики все-таки достают каким-то образом эти требования и заказчика дальше они проводят нам, у нас команда разработки, у нас команда тестирования, у нас, мы же даем, в общем-то, сайнов, и у нас свои критерии качества, и да, наши же разработчики идут и выливают это на продакшн. И дальше уже заказчик проводит там UVT и так далее, и тому подобное. И запортите? Да, да. Полностью. Ну, вот вы говорили, что про работа проектная. Бывает такое, как передаете проект заказчику, если все, как вы ходите с него, бывало такое, что, ну, то есть, он хочет дальше его как-то, ну, эксплуатацией заниматься, а завершать проект в плане того, что как вы передаете тесты, как вы передаете весь вход, если вы его написали и они решили, как вы передаете. Смотрите, тесты вас какие интересуют? Автоматически? Все находится у заказчика на стороне, у нас просто проводится потом knowledge transfer сессия, по большому счету. А какого-то тестовых зон? То есть, вы говорите, что у вас ночь что-то гоняется, а где гоняется на тестовой зоне или на комиссии, не уловил ли это? На каких инвайроментах? Ну, собственно, гоняется, я расскажу, ночью у нас гоняется на нашем локальном инвайроменте, который, ну, соответственно, только наша команда… Нет, не у заказчиков, только у нас, ну, непосредственно на нашем локальном инвайроменте, потому что, в первую очередь, это нам интересно, чтобы у нас все работало, ну, наше качество, мы за него отвечаем. Поэтому ночью мы гоняем абсолютно там все фичи, которые у нас есть, и на утро получаем отчеты. Вот, на среде КУА, непосредственно у заказчика, мы гоняем тесты, вот, либо с высокими приоритетами, да, вот, про которые теги я рассказывал, мы начали выставлять. То есть, если фича критически важна заказчику, типа, мы должны ее проверить. И, и еще мы гоняем вот это вот success flow. Ну, соответственно, когда юзер от начала до конца проходит приложение и делает там самое… ну, то, для чего это приложение создано. Вот. Вот. Такое, как бы, занимает меньше времени, и это критически важно, и вот это мы перед продакшеном, и, ну, соответственно, перед билдом на, на Куа environment. Да, на самом деле, почему мы не можем гонять все тесты на… Куа – это environment уже на стороне заказчика. Мы не можем гонять все тесты, потому что мы находимся в разных таймзонах, и у нас еще есть Индия, то есть, первая таймзона наша, вторая – это индийская, третья – это заказчик. И заказчик, он у нас обладает тоже командами, у него есть технические люди, технические команды, которые в любой момент времени могут прийти на Куа и сказать, ну, ладно, давайте что-нибудь тут посмотрим, что-нибудь тут потестим. Кто поддерживает Куа? Куазону поддерживаем, в общем-то, мы. Ну, то есть, сами все делают. Ну, да. Нет такого, чтобы пришлось ждать каких-то ответов от заказчика долго. Просто вот у нас нет такие проблемы, что долго ждут, но долго ждут от нас, скорее, нашего сольца. Можно? Можно я комментарий скажу, то, что у нас действительно есть такие ситуации, когда кто-то, ну, со стороны заказчика перепроверяет критически важные функции. Ну, и, собственно, нетрудно догадаться, то, что если билд попал на Куа, то там все тесты прошли, и все критически важные функции заказчика, ну, работают. Вот. То есть, ну, тут мы как бы сами гарантируем свое качество. То есть, вы на проекты приходите, когда вы, ну, то есть, с самого начала, где вы будете ввать, что вы на готовый проект пришли, и только его часть вырабатываете? Да, вот как раз, да, собственно, да, мы приходим на такие проекты, мы видим то, что там плохо реализованы E2E-тесты, конкретно в моем случае там были такие E2E-тесты, когда у тебя может быть белый экран, но тесты все не падают. Вот. То есть, мы анализируем качество тестов, которые были написаны до этого проекта, смотрим, насколько нам сложно интегрировать туда то, с чем мы привыкли работать, потом, ну, собственно, говорим заказчику то, что, вот, классно, ну, типа, мы так работаем, вы хотите, чтобы все было качественно? Да, мы можем так сделать, сделать это мы можем так. Вот. Соответственно, когда мы приходим на проект, который уже был до нас написан, мы анализируем, и дальше пытаемся внедрить свое или оставить то, что было до этого, но я таких примеров еще не встречал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА